Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах из жизни. Каждый купчиха имеет мужа по закону, офицера для чувств, а кучера для удовольствия. ЗАГС и Церковь – тема нашей сегодняшней передачи. У меня в гостях Ирей Михаил Литвищенко, священник Иоанна Притеченского, прихода города Ульяновска и Жанна Назарова, руководитель агентства ЗАГС с Ульяновской области. Жанна, первый вопрос у меня будет к вам. Расскажите нам немного о статистике. Сколько у нас браков было за 2022 год и какая общая тенденция? Тенденция нас радует. В 2022 году органами ЗАГС в Ульяновской области было зарегистрировано более 7500 браков. Причем тенденция у нас к росту довольно значительному. К 2021 году мы имеем рост почти на 12%. В абсолютных цифрах почти в 1000 браков больше. То есть 808 конкретных фактов. Рост регистрации браков у нас пошел основной. Причем в разы. Это сентября. Мы все-таки говорим о том, что мобилизация сделала свое дело. То есть те пары, которые откладывали по каким-то причинам вступление в брак, они решили сделать это в тех сложных обстоятельствах, которые наступили. Потому что эти сложные обстоятельства всегда подвигают людей к основным человеческим вещам и ценностям, которые должны быть. То есть брак должен быть. Он должен быть зарегистрирован. Дети должны иметь официально юридически отца. Вот эти все недоделки, откладывания, они как раз привели людей к тому, что срочно этим вопросом нужно было заняться. Поэтому еженедельный прирост по бракам мы имели почти в три раза, а в иные недели в пятикратный рост мы уходили. Наши сотрудники работали до ночи, до поздна, до последнего, как говорят, клиента. Но вот все те, кто хотели зарегистрировать свой брак, они это сделали. Что касается конкретики, основной причиной у нас снижения срока также является беременность невесты. То есть мы обычно регистрируем браки по истечении месяца. Этот срок установлен законом. Иногда задают вопрос, а почему целый месяц ждать? Потому что этот срок оговорен законодательно. Но мы можем сократить срок при особых обстоятельствах, например, беременность невесты, наличие детей совместных, либо мобилизация. То есть когда человек может подтвердить документально, что он призван, ему нужно убыть буквально завтра, мы регистрировали буквально в день обращения. То есть приходила пара, предъявляла документы, и мы регистрировали их брак прямо в день обращения. Что касается статистики по возрастам, самая юная невеста у нас в 22-м году вступила в брак в 16-летнем возрасте. Самый юный жених тоже имел такой же возраст. Самая возрастная невеста у нас была в 88-летнем возрасте. Жениху ее исполнилось на тот момент 82. То есть жених был моложе, чем невеста. А самый взрослый жених вступил в брак в возрасте 85 лет. Его невесте 83 года. Но основной возраст, когда наши мужчины вступают в брак, это 26 лет. Невесты 24 года. То есть все-таки самая основная масса вступающих в брак имеет такой правильный хороший возраст. Где-то середина с 20-летия до 30-летия. Самое большое количество браков у нас традиционно. У нас есть свадебный сезон. Я думаю, что вы все об этом знаете. У нас начинается он в июле. В июле 22 года было заключено более 1000 браков. В 1028. В августе 1019. И в сентябре 1017. То есть примерно ровные цифры. Наименьшее количество браков у нас традиционно заключается в январе и в мае. Все-таки вот это майское предубеждение, что мается всю жизнь. Хотя это совершенно не так. Но люди как-то привыкли. И в мае, к сожалению, в брак не вступают. Хотя месяц очень красивый. Очень яркий, благоухающий месяц. И он свободный в ЗАГСах. Но вот браков, к сожалению, мало. Спасибо большое. Очень интересно. Михаил, расскажите, пожалуйста, как церковь относится к бракам? Брак. Есть богоустановленный такой организм. Это образ малой церкви. Образ любви Христа и его церкви. И, так скажем, есть в Писании такие слова, что Бог сочетал, а человек не разлучает. И вообще высший смысл – это единение, которое начинается здесь и совершается в итоге и на небесах. И здесь я такой пример приведу. Я очень… Ну, у меня есть личная история, связанная с браками. Когда-то до еще вступления в священство я часто вел свадьбы. Был свадебным ведущим. И такая история, когда, например, есть какая-то свадьба в районе. И начинаем условно часов в пять вечера. И кто-нибудь, глава обычно дома, так говорит, все успокоились и сели. И начинаем праздновать. И вот для меня это так очень запомнилось. Потому что если образ ада – это такая вечная камера-одиночка, то образ рая, и мы его, так скажем, вечной жизни, райской жизни, мы его представить не можем. Но прикоснуться мы можем как раз через образ брака. В Писании это образ брачного пира. То есть когда вот тот самый вечный покой, который мы провозглашаем, это вот как раз успокоились и сели, вошли в радость общения, где уже никто не завидует, все радуются, словословие друг к другу. То есть образ брачного пира – это образ такой Царства Небесного. И ту радость, которую мы испытываем, когда входим в брак, она такая эсхатологическая, то есть обращает нас к вечной жизни. По крайней мере, до той поры, пока еще мы можем слова говорить, потом уже, конечно, не так уж относится к Царству Небесному. Поэтому здесь есть еще такой высший смысл. Ну и в любом случае брак – это такая школа добродетелей. Школа любви. Добродетели могут не вырасти, и любовь может не поучиться. Но это вот тот участок, на котором нам нужно трудиться, скажем, совместно. Спасибо большое. Замечательно, батюшка сказала, я с ним абсолютно соглашусь. Вот сейчас, знаете, многие отказываются от торжественной регистрации брака, и они как бы лишают себя, вот как мы считаем, какой-то вот этой радости и возможности разделить эту радость с близкими, с гостями. То есть нет, мы просто придем вдвоем, там, поставим подпись и все. Нет, радость должна быть. Они должны ее помнить. Она должна их потом, долгие годы, прожитые вместе, как-то вот скреплять, соединять. Эта радость, когда про нее вспоминаешь, она опять поднимается в душе. Это очень важно. Такие важные моменты, они должны быть прожиты людьми. Но никогда не поздно, мне кажется, и потом сделать такой праздник. Вот это мгновение не вернуть. Когда они соединяются, вот именно этот миг, его не вернуть. Оно все один раз бывает, понимаете? Можно, конечно, повторно, но эффект быть не тот. Жанна, вот скажите нам, какие документы необходимы для заключения брака? Вот, возможно, сроки, немножечко мы уже про сроки проговорили. Ну, смотрите, сейчас законодательство как бы так сделало послабление нашим новобрачным. Они могут подать заявление за год до выбранной даты. Очень активно молодожены этим пользуются, потому что вот уже в прошлом году были буквально забронированы все популярные даты 2023-го. То есть, когда можно подать заранее, даже не приходя в ЗАГС, через единый портал госуслуг, это очень удобно. Даже если пара не живет в Ульяновске, а живет в каком-то другом городе России, они могут подать через портал в любой ЗАГС страны, выбрав удобное для них время и какую-то значимую для них дату. А минимальный срок это все-таки месяц. То есть, я уже говорила, что мы можем сократить срок, но при наличии особых обстоятельств. То есть, пара может вообще просто приехать в другой свой любимый город и там расписаться? Конечно. И обязательно они должны там проживать? У нас все услуги органов ЗАГС теперь экстритериальные. То есть, они не прикреплены к месту жительства, к прописке. Можно обратиться в любой ЗАГС по вашему желанию, если вы гражданин России и если этот ЗАГС находится в нашей стране. То есть, ограничений никаких нет. Документы, которые нужны, если это через портал, то там все документы как бы у вас в личном кабинете, там ваши паспортные данные, там сведения о ваших предыдущих браках, если они были. Если же подается заявление лично, то есть, эту возможность никто не отменяет. С собой нужно иметь паспорта, документы, удостоверяющие личность. Отметки сейчас в страничку 7, графа семейное положение ставятся не в обязательном порядке, поэтому в паспорте человек может быть совершенно женат. А наша единая база, которая у нас сегодня по стране, дает нам возможность проверить информацию, действительно ли эта пара, может вступать в брак, не состоит ли кто-то из них уже в зарегистрированном браке. Поэтому, если у пары был зарегистрированный брак, кроме паспортов, они предъявляют свидетельство о разводе. Свидетельство о разводе или документы о смерти бывшего супруга могут быть выданы и иностранным государствам, поэтому в нашей базе мы их не найдем. Естественно, что если такая история была, эти документы нужно нести с собой. Если это иностранные граждане, все документы иностранных государств должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально. Закон позволяет людям, вступающим в брак, выбрать форму вступления в брак, вот о чем мы сейчас говорили. Неторжественная регистрация, либо торжественная регистрация. Очень много вопросов у нас поступает, а чем они отличаются. Ну вот, неторжественная регистрация, это как раз та, когда нам просто расписаться. То есть это приходит пара, только жених и только невеста, в том, в чем они решили сегодня прийти. Никакого нет предъявления требований к их внешнему виду. То есть они приходят иногда и в джинсах, и в чем-то, да? Но торжественный зал, где обычно? Нет, это не торжественная регистрация. То есть регистрация производится в любой будний день, в то время, которое они себе выбрали, в рабочем кабинете. То есть это просто рабочий кабинет, там идет прием граждан других по другим вопросам. Мы не только браки регистрируем. Они приходят на значенное время, расписываются, получают документ и уходят. И сколько это время занимает? 10 минут? Ну да, где-то 10-15 минут, чтобы вот оформить их документы. Это проверить паспорта, занести это все в базу, распечатать актовую запись, дать им ознакомиться, выдать свидетельство, поставить штамм в паспорт, если это нужно. То есть там у нас административный протокол, который действует. И все, они ушли. Это не торжественные. Торжественные подразумевает немножко другой сценарий, да? То есть это торжественные их встречи, приглашения в место, где проходит торжественная регистрация. Они с гостями, они с цветами, они с красивым, обычно это бывает, платье. То есть торжественная регистрация, это обязательно гости, то есть возможность пригласить каких-то близких людей. А просто вдвоем можно, но торжественные? Конечно, конечно, конечно. Для этого у нас есть выбор, то есть можно выбрать торжественный зал большой, есть малый зал во многих ЗАГСах, есть специально оформленные места. Вот в сентябре прошлого года были изменения в федеральный закон, теперь порядок регистрации торжественной и не торжественной территории региона устанавливает сам регион. Мы такой порядок приняли, он у нас на сайте размещен, поэтому если у кого-то какие-то вопросы остаются по поводу, а как нам, а платно это или не платно, а заплатить госпошлину или дополнительные какие-то услуги мы можем получить, ну, например, живая музыка, да, которая тоже очень востребована. Или, например, выездные регистрации, да, вот, которые тоже в летний период очень востребованы. Вот всю информацию можно найти там. То есть теперь у нас есть подведомственная нам организация, не ЗАГС, но наш подвед, который как раз занимается оказанием платных услуг. Так, это куда еще раз нужно зайти людям, чтобы все это позволить? Можно зайти на наш сайт, у нас есть вкладка, то есть агентство ЗАГС Ульяновской области, либо непосредственно на их сайт, это организация ОГБУ, областное государственное бюджетное учреждение, сервис ЗАГС. Ну и в любом случае никто не отменяет звонок, если... Конечно. Телефон 584818, довольно простой номер, все вопросы там нужно разъяснить и ответы на них получить. Спасибо большое. Михаил, скажите, пожалуйста, нам, как подготовиться к венчанию, как это все происходит? Тут важно понимать, что церковь венчает двух верующих людей, и венчание – это благословение, уже зарегистрировано брак, и это принципиальные условия. В 90-х был такой момент, когда порой не было вот этого жесткого момента, и венчали людей еще не в состоящем браке, и были такие отхождения, когда человек, значит, мог повенчаться с любовницей, что, конечно, категорически там воспрещено. Поэтому сейчас очень строгое правило, сначала мы вступаем в брак, то есть мы перед обществом узаконимся, а затем уже перед Богом, и мы просим благословения. И сейчас в рекомендациях общих церковных, подходя к браку, мы сначала исповедуемся и причащаемся. Собственно, вот по ходу таинства брачующийся испевает чашу вина, и это образ той евхаристической чаши, того святого причастия, и таинство брака – это довольно поздно сформировано. Сначала люди, находящиеся в церкви, исповедались, причащались, потом епископ или священник благословлял. Михаил, я вот этот раз причащалась еще в первую беременность, и, насколько я помню, это долгий процесс. У меня была кипа молитв распечатанных, я должна была их читать, но у меня были послабления, потому что там в питании тоже нужно было все это соблюдать. Но если я не ошибаюсь, это было в течение месяца, по-моему, вот это вот все. Как сейчас? Послабления какие-то? Нет, сама подготовка к исповеди, к причастию, на самом деле, в среднем три дня занимает. Три дня поста, и тут, я бы сказал, важно понимать вообще смысл венчания, как благословение малой церкви людей, которые хотят служить друг другу. Вот это основная проблема, пожалуй, которая и меня не миновала, когда основная масса людей заключает брак, все на самом деле хотят счастья. Но счастья они кому хотят, как вы думаете? Себе. Себе. И вот получается, что первый год, особенно если ребенок появляется, уже того уровня счастья нет, и проблемы, меньше внимания друг к другу, счастья нет, зачем быть вместе. И поэтому у нас и статистика прозвода довольно высокая. А христианский брак, это я готов послужить этому человеку до конца дней, это конкуренция в служении. То есть через служение ближнему я приближаюсь к Богу. Вот такой общий смысл. Это вообще мало кому дано. То есть такая христианская любовь, она на самом деле со временем проявляется, и 10-15 лет нужно, чтобы можно было сказать, что мы любим друг друга. Поэтому при вступлении в брак вообще я бы рекомендовал людям пообщаться хотя бы год, а то, знаете, все времена года надо во всех побывать, а то, может быть, осенью такая хандра, что тебе с человеком невозможно. То есть если ты сейчас его не готов терпеть, то как ты его будешь в течение всей жизни терпеть? И вообще я рекомендую всем вступать в брак только с такой божественной уверенностью, что ты этого человека готов потерпеть до конца дней. То есть ваше пожелание, чтобы все-таки несколько лет пожили вместе? Нет, не пожили. Ну, то есть я имею в виду в браке. Пообщались? Пообщались. Узнали друг друга хотя бы в течение года. Я понимаю, что это очень сложно и воздержаться от физических отношений, но, так скажем, в течение года узнается основная масса проблем, которые должны решаться на берегу. Количество детей, которые хотят в браке, бюджет, кто работает, муж, жена, проблемы с родителями. Все это нужно заранее обговорить на берегу. И не надо думать, что я кого-то исправлю своей любовью. Нет, если трещина есть, будет раскол, никого не исправим. Надо готовиться к худшему. И сразу все обсудить заранее. И только потом... А вот как само венчание проходит? Это быстрые процедуры? Само венчание не больше часа. И, так скажем, центральным событием это воздевание на голову венцов, которые, с одной стороны, так скажем, обозначают царское достоинство, что ты получаешь божью помощь в создании семейной жизни. А с другой стороны, это венец терпения. Брак – это постоянная работа, ежедневный труд, послужение друг другу. То есть ты уже от себя не зависишь. Ты уже не можешь жить, как ты хочешь. А вот сроки? Сроки есть какие-то? Люди, хотя пара, хочет повенчаться. Сколько нужно, чтобы им готовиться? В принципе, если люди приспоединились, причастились в любой... Вместе вот со всеми причащениями, это сколько времени все занимает, вся эта подготовка? Тут в период, ну так скажем, постов у нас не венчают. Пасхальная неделя, святки. Ну а так понедельник, среда, пятница, воскресенье – это любой день, который могут помечать. Поэтому, в принципе, люди, которые, ну опять же, вот были у нас мобилизованы, которые венчались... Для них это все в ускоренном формате. Вот за три дня было. Как раз исповедлись, причались, в этот же день венчались. Было такое. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Обстоятельства есть такие серьезные. Спасибо. Жанна, вы говорили про популярные даты. Скажите, какие поделитесь. Ну, популярными датами у нас традиционно являются зеркальные даты. То есть, вот как, может быть, не странно, но наши пары хотят, чтобы в свидетельстве о браке стояла красивая цифра. Понимаете? Желательно бы зеркальная. Мы даже подозреваем, что не мужчина ли инициаторы этой моды, потому что им легче запомнить. И каждый мужчина помнит дату бракосочетания, к сожалению. А если дата простая, как бы, да, усилий меньше прикладывать. Но на ближайшее время, вот у нас, например, очень много уже заявлений подано на 0,3, 0,3, 23. То есть, по сути, это как бы март, не особо популярный месяц, и это пятница, но заявлений довольно много. 23, 0,3, 23. Вот эта дата пользуется спросом. Если зеркальная дата еще и попадает на субботу, либо на пятницу, то это уже основная примета, что заявлений в этот день будет много. На 23 год у нас уже очень много заявлений. На 7 июля, то есть на день Петра и Февронии Муромских, он 8 в субботу. Но вот на 7 у нас 50 заявлений, а на 8 51 заявление. Это довольно много, с учетом, что июль еще довольно далеко. А вот уже, видите, практически весь день у нас, скажем так, занят. Но мы знаем, что пар еще будет много. Вот на день влюбленных у нас буквально месяц назад, на 14 февраля, было всего 3 заявления, а сегодня уже 36. То есть пары все-таки подают заявление, хотя вот день влюбленных у нас это вторник. Тоже не очень популярный день для регистрации брака. То есть это зеркальные цифры, либо вот какие-то такие праздники, которые на сегодня уже становятся популярными. Потому что вот день Петра и Февронии, это наш вариант дня всех влюбленных. Мы знаем, что они покровители семьи и брака. И эта дата с каждым годом, вот в прошлом году было 110 браков в этот день. Мы думаем, что в 2023 году мы не меньше, тем более, что они, видите, попали на выходные. То есть однозначно будет больше пар, просто пока не все подали заявление. А что касается статистики по разводам, вот батюшка сказал, что статистика у нас плохая. Вы знаете, это такой довольно распространенный штамп, что у нас очень плохая статистика по разводам. Некоторые даже говорят, что разводов больше, чем браков. Это не так. Это не так от слова совсем. А давайте я вас как раз сейчас спрошу на следующем вопросе про развод. А сейчас вы мне скажите, Михаил, есть ли вот популярные даты у нас в бракосочетании есть? А вот есть ли какие-то лучшие даты для венчания, которые пользуются спросом? Есть такая дата. Есть такая дата в день свадьбы. То есть в принципе для верующих людей логично расписаться и повенчаться в один день. Перед Богом и людьми. Да. И это на самом деле самая популярная дата. А вот по каким-то датам, по маям, церковь воспринимается как суеверие некоторые, которые к реальной жизни отношения имеют. Хоть ты зазеркаль, хоть проблем ты не сбежишь, они будут и до конца дней. Хорошо. Спасибо. Жанна, вот теперь как раз расскажите нам про разводы. Так ли у нас все плохо и какая у нас общая тенденция? Нет, не так все плохо. Вот относительно бракосочетания и венчания в один день у нас есть такая акция в ЗАГСе. Она проходит. Называется она как раз перед Богом и людьми. Мы, наши сотрудники, выходят в храмы и там регистрируют брак. То есть они зарегистрировали и тут же их священник венчает. Здесь же, никуда не выходя, заранее, конечно, эта тема обсуждается. Это не быстрое принятие решения. Очень активно у нас это делает Меликет, Демидравград там у них очень так это востребовано. Поэтому мы здесь полностью поддерживаем, что это очень популярно. Что касается разводов. У нас разводы падают. Падают уже в течение 10 последних лет. Коэффициент разводимости на сегодня 4,2 по Ульяновской области. Вы знаете, это сопоставимо с 70-ми годами прошлого века. То есть довольно благополучные 1970-80-е годы. Вот примерно такой же коэффициент разводимости был. В количестве разводов в прошлом году это 5,115. Как бы цифры не потрясают, но еще раз скажу, что понемножку, но каждый год разводы у нас снижаются. Поэтому говорить о том, что они растут, это неправильно. Единственное, что поменялось за последние годы, вы знаете, в течение последних 10 лет изменилась категория, возрастная категория разводящихся. Если раньше порядка 40, там с лишним процентов, это были пары, которые прожили в браке от года до 5, как раз вот, да, плохо друг друга узнали, вот этот быт в первые годы заел, и они разводились. То сейчас у нас эта категория резко уменьшилась, а выросла категория от 10 до 20 лет прожитых совместно. То есть там уже вроде бы 10 лет вместе прожито, а вот утекли туда наши молодожены, те, которые раньше разводились. Причины разные. Причины – это невредные привычки, которые тоже были еще лет 15 назад. Сейчас это в основном психологические причины. Это конфликт, это недоверие, это измена, либо какая-то вот такая ситуация, с которой выйти они не смогли. То есть услышать друг друга не смогли, прийти к какому-то вот общему решению не смогли, и развод. А что касается, сколько они должны быть знакомы, я, конечно, понимаю, что примерами можно доказать все, что угодно. Вот мои родители были знакомы до свадьбы два месяца всего. Это про те времена года, которые они должны были вместе прожить, они не прожили. Два месяца вот прошло, и они сразу пошли в ЗАГС и поженились, с учетом, что еще и нужно было месяц подождать при подаче заявления. Значит, они подали заявление вообще через месяц после знакомства. Они вместе живут, вот бог даст, в апреле нам будет 50 лет. У нас тоже очень долго родители. До сих пор стали не повенчаны, все хотят каждый год, и постоянно все это откладываются. Я вот как раз организовать им хочу на 50-летие еще и венчание. Поэтому здесь все зависит от того, есть ли чувства, и есть ли желание действительно жить с этим человеком, как вы говорите, терпеть его всю жизнь. Да, где-то терпеть, да, где-то радовать, где-то для него струн держать, где-то что-то. Ну вот, если нет чувства, то никакие временные рамки не помогут. Не важно, сколько они знакомы. Спасибо, Жанна. У нас еще один интересный вопрос. Вот скажите, Михаил, если люди венчаны, и они хотят развенчаться, и вот вообще развенчают ли их, и можно ли снова потом повенчаться строго все с этим? Есть понятие церковного развода, такого чина развенчивания нет. Есть канонические причины, одна из основных причин – это измена, при которых человек может получить благословение на повторный брак. Чин повторного венчания более укороченный, в него вносятся такие покаянные молитвы. Но это все равно понимание того, что это отклонение от нормы, а не сама норма. Все-таки идеал – это то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Тут важно помнить, что у нас жизнь состоит не из черного и белого, неплохо, хорошо. А вот я уже по тем людям, которые обращаются по тем ситуациям, я понимаю, что выбирать приходится, знаете, как плохо, ужас, караул. И вот думаешь, в сторону плохо, да, то есть вот минимизация какого-то там греха и проблемы. Вот так вот, потому что жизнь преподносит совершенно разные какие-то истории. В общем, сложно, но можно. Лучше, чем одному. Ну, то есть, если, конечно, опять же, в идеале Писание говорит о том, что если человек призван к Богу и уже, допустим, вот умирает супруг, то хорошо оставаться одним. У нас последняя минутка, да. Но это идеал. Бывает, человек не может оставаться один, и он впадет в грех. Ну, тогда мы благословим повторный венчание. Хорошо. Спасибо большое. Я надеюсь, что нашим зрителям было очень интересно. Я желаю вам любить друг друга в горе и радости, и чтобы все у всех было замечательно. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!